Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы читаем Третье Соборное Послание Святого Апостола Иоанна Богослова на библейском портале экзегет.ру Апостол Иоанн Богослов пишет «Старец, возлюбленному Гаю, которого я люблю поистине, возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя, ибо я весьма обрадовался, когда пришли братья и засвидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в истине. Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине». Для апостола Иоанна Богослова истина – это неотвлеченное философское понятие. Это не понятие, которым оперируют агностики, когда они с улыбкой вспоминают слова Пилата, вопрос Пилата, что есть истина, и особенно подчеркивают молчание Христа в ответ. Ведь дело в том, что мы прекрасно знаем, Христос не отвечает не потому, что он не знает, что такое истина, а потому что Пилат не готов воспринять эту тайну, потому что в Евангелии от Иоанна Христос говорит, «Я есть путь и истина, и жизнь». И вот в данном случае, когда мы говорим об истине, мы говорим о том пути, который открывает Христос. Это путь обновленного человечества. Христос, как новый Адам, становится родоначальником этого обновленного человечества и открывает то, каким должен быть человек. То есть Христос — это воплощенная истина о человеке, воплощенная истина о замысле Божьем. Он в себе, в себе являет истину замысла Божьего. И вот он, апостол М. Богослов, говорит, «Я люблю, которого я люблю по истине». То есть я люблю истинной любовью, любовью, какую заповедал нам Христос. Дальше, интересно, он пишет, «Я молюсь о том, чтобы здравствовал ты и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя». Речь, конечно, не о том, что для Иоанна Богослова человек отдельно, этот Гай отдельно, а душа его отдельно. Речь идет о том, что кроме душевных дел, могут быть дела телесные, может быть межчеловеческое общение, и поэтому вполне возможно, что речь здесь идет о том, что внутренний человек, который развивается в Гае, он преуспевает, и Иоанн Богослов желает, чтобы и внешняя жизнь, не имеется в виду финансовая какая-то, или карьерная, имеется в виду нравственная, духовная жизнь внешняя, чтобы она тоже развивалась и преуспевала так же, как внутреннее духовное развитие, духовный путь, который проходит Гай. И так он пишет. «Возлюбленный, ты как верный поступаешь в том, что делаешь для братьев и для странников. Они засвидетельствовали перед церковью о твоей любви. Ты хорошо поступишь, если отпустишь их, как должно ради Бога, ибо они ради имени Его пошли, не взяв ничего от язычников. И так мы должны принимать таковых, чтобы сделаться с поспешниками истины». Апостол Иоанн пишет, что Гай не только верный христианин и много делает для братьев, но также много делает для странствующих братьев, то есть людей, которые путешествуют по каким-либо делам, и они являются христианами. Надо сказать, что в Древнем мире, уже когда христианство существовало, в первые века существования церкви, странноприимство было одной из главных добродетелей. Христианин, который путешествовал, имел возможность остановиться у христианина на христианском постоялом дворе. Сегодня нам не очень понятно, для чего нужны христианские гостиницы, скажем, гостиницы и гостиницы. Главное, чтобы уровень был соответствующий нашим ожиданиям. Но в древности, да, кстати, и сегодня, наверное, тоже, гостиницы отличались тем, что в христианской гостинице тебя не обманывали, никто вокруг не блудил, не пьянствовал, не было никакого разврата, все было очень чинно, благопристойно и тихо. И по некоторым упоминаниям, вполне возможно, что даже язычники некоторые предпочитали христианские гостиницы, потому что они могли рассчитывать там на должное отношение и добрую, правильную обстановку. И вот этот Гай, он, по всей видимости, встречает таких странников, и апостол Иоанн говорит, что они засвидетельствовали перед церковью о твоей любви, то есть это его деятельность, она известна в церкви. Иоанн Богослов при этом ожидает, что он отпустит их, как должно, ради Бога, и говорит, ибо они ради имени Его пошли, не взяв ничего от язычников. Иными словами, они пошли в надежде на то, что христиане, к которым они идут, или через селения, которых они проходят, поддержат их. Иоанн Богослов просит Гая, чтобы Гай поддержал тех, кто пришел к нему, поддержал каким образом? Чтобы он отпустил их с необходимым пропитанием, возможно, какими-то другими вещами или финансами, например. Далее он говорит, и так мы должны принимать таковых, чтобы сделаться с поспешниками истины. То есть речь идет об очень практических вещах, о том, что мы становимся с поспешниками истины. А что значит с поспешник? Это значит тот, кто успевает вместе с истиной, тот, кто вместе с ней идет к успеху, кто развивается вместе с ней, идет по одному пути. Так вот, Иоанн Богослов говорит, что вот эта деятельная вера, деятельная любовь, она и является путем такого поспешничества истины. «Я писал церкви, но любящий первенствовать у них, Диатреф не принимает нас. Посему, если я приду, то напомню о делах, которые он делает, понося нас злыми словами, и недовольствуясь тем, и сам не принимает братьев, и запрещает желающим, и изгоняет из церкви». Апостол М. Богослов сообщает нам совершенно удивительную вещь, косвенным образом, естественно, но это просто поразительно. Ближайший ученик Христа в церкви не может попасть в какую-то другую общину, потому что его не принимает местный пресвитер, не принимает местный глава, глава местной общины. Более того, видите, он злится, раздражается, запрещает людям вести вот эту деятельность, принимать братьев, и запрещает не только принимать, но и запрещает желающим, и даже изгоняет их из церкви. То есть мы из этого можем понять, что нет никакого золотого века, нет никакого исключительного времени в истории церкви, когда все у всех всегда было хорошо, все были правы, все были святы. Да, апостол Павел пишет святым, находящимся в Коринфе, святым находящимся в Эфесе, но при этом мы понимаем, что в церкви всегда были разные люди, что отношение к ним апостолов, мы видим, что перед апостолом Иоанном Богословом явно какой-то человек настроен эгоистично, хищнически, потому что он боится, что ресурсы, которые находятся в его церковной общине, вдруг будут потрачены напрасно на каких-то проходящих паломников или, скажем, на каких-то просто людей, которые идут по своим делам, но они при этом христиане, и они нуждаются в помощи. Вот этот человек ничего не хочет для них пожертвовать, и он живет в одно и то же время с Иоанном Богословом, и более того, он плохо относится к нему и не принимает его в своей общине. Сегодня мы себе представить, наверное, такого не можем, что если бы Иоанн Богослов пришел к нам в какую-либо общину, чтобы мы его не приняли. Но дело-то в том, и это очень важно понимать, что с точки зрения Иоанна Богослова, хотя он и называет себя любимым учеником, он христианин, и все вокруг христиане, человек, который может принять Иоанна Богослова, потому что это Иоанн Богослов, и тут же отвергает простого нищего или простого христианина рядового, он чего-то не понял в Евангелии, он чего-то не понял в послании самого апостола Иоанна Богослова, потому что, как апостол Павел пишет, да, во Христе нет ни Эллины, ни Иудеи, ни раба, ни свободного, ни мужчины, ни женщины, все во всех Христос. Нас интересует при нашем отношении, интересует личность человека, а не то, какие у него связи, заслуги. Конечно же, это естественно, то есть это, наверное, поражает нас больше, чем если бы мы узнали, что он кого-то еще не принимает. Нас действительно поражает это, что какой-то человек вдруг не принимает апостола Иоанна Богослова. Но на самом деле плохо не только, если он не принимает какого-то почетного, известного учителя, богослова и даже ученика Христова. Было бы точно так же плохо, если бы он не принимал остальных. О чем апостол Иоанн Богослов и пишет. Он говорит, «Возлюбленный, не подражай злу, но добру. Кто делает добро, тот от Бога, а делающий зло не видел Бога». То есть это жесткий приговор такой, да, заочный, но вот этому самому человеку, который ведет себя так эгоистично. Апостол Иоанн прямо называет его деятельность злом. Казалось бы, ну наверняка у него были какие-то свои причины для того, чтобы оправдывать свою деятельность. Может быть, он считал, что самим мало. Может быть, он считал, что люди, которые проходят мимо на хлебнике и должны, не знаю, там, заработать себе пропитание, хотя они просто мимо идут, да, вот в какое-то путешествие по каким-то своим делам. И апостол прямо говорит, кто делает добро, тот от Бога, а делающий зло не видел Бога. То есть будь он пресвитером, будь он кем угодно, руководителем общины или целой церкви, если он делает зло, он не видел Бога. То есть он не может, он не является спаспешником истины, он не является источником истины. И значит, с таким человеком невозможно плодотворное и глубокое общение. Оно даже оказывается вредным. Далее он пишет, «О Дмитрии засвидетельствованы всеми и самой истинной. Свидетельствуем также и мы. И вы знаете, что свидетельство наше истинно». То есть есть какой-то другой человек, который прав. Да, мы видим разную палитру и на ней мы видим совершенно разные жизненные стратегии в одной и той же церкви. То есть церковная жизнь, она была сложна уже тогда, в первом веке, и мы не сможем найти ни одного века, в котором бы это было по-другому. Это может показаться странным, это может показаться печальным, но дело в том, что церковь предполагает жизнь, церковь предполагает развитие, церковь предполагает развитие навыка духовной жизни, рост, падение, и восстание, и снова некоторый рост. Так что вот такая сложность и разнообразие церковной жизни говорит как раз о том, что это жизнь, а не просто некоторый идеальный музей, в котором ничего, кроме правильных решений, отсутствия сомнений и всего подобного, не существует. Нет, существуют. Существуют разные люди, даже в разной мере они могут быть правы и неправы. Вопрос в том, что если они ищут, если они искренни, Господь их направит. Далее он пишет, «Многое имел я написать, но не хочу писать тебе чернилами и тростью, а надеюсь скоро увидеть тебя и поговорить устами к устам. Мир тебе! Приветствую тебя, друзья! Приветствую друзей поименно! Аминь!» И здесь также, как и в конце второго послания, апостол Иоанн Богослов подчеркивает значимость личного общения, общения лицом к лицу, не через письма, не через мессенджеры, к которым мы сегодня так привыкли, общения устами к устам, то есть лицом к лицу, которое предполагает общность жизни, а значит общность деятельной любви. Всего доброго!